Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня я с вами делюсь проверенным рецептом куличей на картофельной заварке. Невероятно нежные, мягкие и вкусные куличи, долго не черствеющие. Всем рекомендую испечь! Желаю всем удачной выпечки и хорошего настроения на целый день! Светлой вам Пасхи! Сначала приготовим картофельную заварку. Для нее нам нужны будут следующие продукты. 200 граммов очищенного картофеля, 180 граммов воды и 40 граммов муки. Картофель с водой ставим на огонь. Отвариваем картофель до готовности. Для опары нам нужны будут следующие продукты. 0,5 литра молока, 30 граммов сахара, 30 граммов свежих дрожжей или 10 граммов сухих и 350 граммов муки. Опаро готовится проще простого. Выливаем теплое молоко, не горячее. Добавляем сахар, добавляем дрожжи, раскрошили. И добавляем муку. Ложкой все хорошо перемешиваем. Опара стоит в тепле 30 минут до образования шапочки. Опара густая, смотрите. Для куличей также понадобится 250 граммов вяленой вишни. Заливаем ее кипятком. Вишню можно заменить изюмом, можно добавить цукаты. На ваш вкус. Горячий картофель. Добавляем 40 граммов муки. Вода практически вся испарилась. Чуть-чуть там огни осталось. И вот сразу с мукой вот так разминаем. Если у вас полностью вся испарилась вода, ну добавьте чуть-чуть, чтобы вам удобно было размять. Чуть-чуть это буквально 30 миллилитров. Картофельная заварка должна немного остыть. Для дальнейшего замеса теста нам нужны будут следующие продукты. К опаре мы добавляем картофельную заварку, 3 яйца, 250 граммов сахара, 1 пакетик ванилина весом 2 грамма, 750 граммов муки, пол чайной ложки соли и 150 граммов мягкого сливочного масла. После растойки мы потом будем добавлять 250 граммов вяленой вишни. Вишню нужно высушить с помощью бумажных полотенец. Замешивать тесто с самого начала буду руками. В опару добавляем соль, добавляем ванилин, сахар, 3 яйца и картофельную заварку. Вот смотрите, какая она должна получиться. Комнатная температура, не горячая. И теперь вот так размешиваем. Сливочное масло будем добавлять в самом конце. Запомните, что все продукты у вас должны быть комнатной температуры. Теперь по чуть-чуть добавляем муку. И вымешиваем тесто. Рецепт вполне доступный. Нет никаких дорогих ингредиентов. Все можно купить в обычном магазине. Хорошенько разминаем, чтобы не было комочков картофельной заварки. И вмешиваем муку. Снова добавляем. Никогда не всыпайте полностью всю муку. Частями. Добавляем оставшуюся муку. 2 столовые ложки оставили для вишни. И вымешиваем. Теперь смотрите, вам также понадобится очень мягкое сливочное масло. И понемногу добавляем в тесто. И вымешиваем руками. Вымешиваем минут 10. Понемногу добавляем масло. И вымешиваем. Тесто вымешали. Теперь смотрите, в этой же миске и будет оно у нас подниматься. Я добавляю буквально столовую ложку растительного масла, чтобы еще раз вот так вымесить его. Тесто слегка липковатое. Такое, знаете, послушное, мягкое. Накрываем тесто полотенцем и оставляем в тепле на полтора часа. Вы только посмотрите, какое у нас тесто. Руки смазала растительным маслом. Теперь смешиваем вишню с мукой. С остатками муки. Снова руки смазываем растительным маслом и вмешиваем муку в тесто. Оставляем наше тесто еще на расстойку на 1 час. Боже мой, пока я здесь бегаю, мое тесто чуть не убежало. Смазываем руки растительным маслом. Так нам легче будет формировать кусочки. Берем подготовленные формы. У меня разные. И разъемные, и из железных баночек. Кстати, очень удобные. Значит, берем кусочек теста, отрываем. Значит, заполняем формы на 1 треть теста. Сейчас вам покажу. Вот так. Акрубили. И выкладываем формочку. На дно. И так со всем тестом. Теперь оставляем наши куличики на расстойку. Количество куличей зависит от размера форм. Куличи стояли на расстойке 1 час. Теперь их ставим в разогретую духовку на 180 градусов. На вторую полочку снизу. Режим выпекания вверх-вниз. Куличики понемногу достаем с духовочки. Самые маленькие выпекали с духовки 35 минут. Куличи побольше 40. И самые большие 45-50 минут. Смотрите. Какие они нежные. Тесто бесподобное. Самое главное, что эти куличи не черствеют. Ну и последний. Мы достаем самые большие куличи. Самые огромные мои. Душа радуется. Выпечка удалась. Я это вижу. Посмотрите. Какие красивые. Огромные. Какие мягкие. Тесто безумно нежное. Вы посмотрите. Вы посмотрите. Какой красавчик. С шапочкой. Тесто мягусенькое. Мягусенькое. И последний красавчик. Снимаем пергамент. Смотрите. Большие куличи. Конечно. Румяные. Нежные. Очень нежные. Даем им полностью остыть. А сами займемся приготовлением глазури. Готовим глазурь. Я готовлю свою самую любимую. Готовится она проще простого. Нам нравится. Вам понадобится 200 граммов сахарной пудры. Добавляем 3 столовые ложки молока. И хорошенько растираем. Теперь добавляем еще лимонный сок. Чайную ложку. И хорошенько-хорошенько размешаем. Ну а дальше украшаем кому как душе угодно. Я украшать буду и посыпкой. И безешками. У меня есть цыпленки. Морковка с безе. Птички. И наносим глазурь. Смотрите. Она по консистенции должна быть жидковатой. Слегка. Чтобы были красивые подтеки. Посыпаем также зеленой кокосовой стружкой. У меня еще есть птички с безе. Все украшения с безе вы можете найти у меня на канале. Все достаточно просто. Вот такая красивая птичка. Сделаем две. Декорчик добавим. Украсим. Безе добавим. Для яркости. Розовое и зеленое. Небольшое. Вот такая красота у меня получается. Настоящий праздник. А вот и крупный план куличей. Скажу вам сразу, что в нашей семье не любят сухие куличи. Поэтому всегда стараюсь готовить влажноватые внутри. Но этот рецепт просто находка. Куличи долго не черствеют. Мягкие и нежные. Вы только посмотрите, какая структура. Вы видите? Сейчас разломаю и покажу вам. Красота. Очень вкусные. Ну вот прям очень вкусные. Смотрите. Прекрасное тесто. Просто волшебное, я бы сказала. Я в полном восторге от выпечки. Настроение у меня зашкаливает. Выпекайте, не пожалейте. Я вам дала точную рецептуру. Задавайте вопросы с радостью на все отвечу. Ну красота. Правда ведь? С вами была Ира. И канал Готовим с любовью. До новых встреч. Пока-пока.